12 октября отмечается народный праздник Феофан Милостивый. В этот день православные христиане почитают память святого Феофана. Он был очень богатым человеком, но постоянно помогал нуждающимся, давал им деньги, кровь и еду. За это его очень любили и ценили. Старики были убеждены, что святой Феофан снимет с себя последнюю рубаху, лишь бы кого одарить теплом. Вот и на солнце он накидывает свой кафтан, чтобы прикрыть озябшее по осени светило. Так и говорили про святого в народе. Феофан накинул на солнце кафтан. Связано это поверье было с тем, что обычно в Феофанов день ненадолго возвращалась теплая погода. 12 октября день выдавался чаще всего туманным, сопровождаемый небольшими осадками. Обычно это были дожди. 12 октября ночью от звезд ждали доброго света. Как стемнеет, выходили на них смотреть. Множество ярких звезд в небе на Феофана сулило сухую осеннюю погоду. Наши предки так говорили про звездное небо. На Феофана, глядив окошко, там репы полная лукошка. Но долго в небо смотреть не полагалось, чтобы избу не выстудить. Также православные христиане в этот день почитают память преподобного Кириака-отшельника или отходника. Кириак-отходник считался покровителем странников и отшельников. В этот день всех калик-перехожих, проходящих мимо избы и просивших воды или еды, заводили в дом и кормили сытным обедом. Если же было известно, что недалеко от селения живет отшельник, то ему относили мед и блины. Причем старались это делать так, чтобы не побеспокоить человека. Охотники на Феофана выходили в поля на поиски зайцев. Обычно к этому дню поля уже были покрыты снежной порошей. А зайцы еще не успели сменить летнюю шубку на зимнюю и, следовательно, становились легкой добычей. Если охота была удачной, то вечером в доме охотника ожидалось застолье с пивом, пирогами с капустой и охотничьими байками. Народное поверье гласит, чем больше и жирнее добытый в этот день зверек, тем больше удачи принесет охотнику следующий год. В народе считалось, что праздник Феофана Милостивого очень важен. И если хотите, чтобы судьба была к вам милостива, нужно знать и выполнять все запреты и приметы на 12 октября. Что же нельзя делать 12 октября в праздник святого Феофана? В народе считалось, что в этот день нельзя тратить много денег. Также сюда относятся еда, припасы и другие материальные ресурсы. 12 октября принято трезво оценивать свои запасы, поэтому нельзя тратить их впустую. Лучше поэкономить, тогда святой Феофан принесет еще больше денег, благополучия и достатка. Также в народе считалось, что в этот день нельзя жадничать. Постарайтесь 12 октября помочь тем, кому это нужнее. Подайте милостыню, угостите бездомного хлеба или помогите друзьям, которые в этом нуждаются. Также в этот день нельзя обижаться. Согласно приметам погоды считается, если утренний ветер днем усилился, а к вечеру стих, то несколько дней будет ясно. Если к вечеру опустился туман, то в ближайшее время наступит тепло, а заморозков не будет. Если на небе множество ярких звезд, значит осенью будет мало осадков, а следующий год будет урожайным. В лесу выросли поздние грибы, еще долго не будет снега. В народе считали, что родившиеся 12 октября отличаются добротой. Носить им следует опал, как оберег. Редактор субтитров А.Семкин